Итак, продолжаем наш цикл. Сейчас будет занятие посвящено ответам на основные вопросы, основные замечания, которые возникали на период проведения аттестационной работы. Напоминаю, что этот канал был основной его направленность, созданный для ответа на основные вопросы, комментарии, помощь студентам Политехнического университета, обучающихся по программе бакалавриата первого курса, ИСИ, Инженерно-строительного института. Вот, чего я хотел бы сегодня с вами посмотреть. На аттестации приходили достаточно большое количество однотипных работ, ну, точнее, как однотипных работ, однотипных замечаний по работам. А конкретно, давайте пробежимся. Я рассматриваю пример стандартный, плановый, получается, второго этажа. И рассмотрю первое, чего. Вы не до конца настраиваете условные обозначения, ширина строки. У кого был комментарий ширина строки и того, тому необходимо отредактировать высоту, соответственно, высоту строки, точнее, высоту строки и того. Не забывайте ее перепроверять. Самое большое замечание, то, что вы копируете ее с плана первого этажа, где она нормальная, на план второго, и она получается ненормальной. Возможно, там у вас еще есть лишние нули. Неправильно округлили. Следующее, условное обозначение. Двоеточие, все еще люди забывают ставить в условных обозначениях. Третий возможный вариант. Толщина линий в условных обозначениях. Не забывайте то, что здесь такая же часть стены, которая режется, и нам с вами необходимо показать, как она разрезалась. Соответственно, все по слоям. Дальше. Аббревиатура всех слоев, из чего состоит в вашей стенке. Тоже необходимо было расписать. Перегородки. Сюда же можно добавить колонну и размер к ней, и не выносить ее размеры на плане этажа. Можно было сразу же сделать здесь. Дальше что? Название чертежа. Самая распространенная, одна из самых распространеннейших ошибок – название самого чертежа. Люди забывали ее ставить. Напоминаю, что каждый раз в задании оно указывалось. Далее. Размерные цепочки. Самая банальная, самая забавная и самая трудновыполнимая, как я понял. Покажу на примере. Перехожу в слой «Размеры» и буду расставлять основные размеры. Какие и где у вас должны быть? Начну с внешних размеров. Размер между крайними осями. Я рассматриваю слева и снизу. У нас должны быть три размера. Первое – это между крайними осями. Между каждой из осей в отдельности. Между каждой из осей в отдельности. И габаритная размерная цепочка, которая показывает изменение геометрии вашей внешней, внешней несущей стенки. Мы не рассматриваем колонны. Мы не рассматриваем крыльцо, балкон и прочие элементы. Мы смотрим, как изменяется стенка. Снизу то же самое. Расстояние между крайними осями. Между каждой из осей в отдельности. И габаритная размерная цепочка. Чисто изменение геометрии моих стен. Я сейчас не перепроверяю расстояние простенков. Я этому буду заниматься на аттестации. Дальше. Справа и сверху у нас с вами чисто габаритная размерная цепочка. Кто-то мне в комментарии указывал, а что если она одинаковая с двух сторон. Об этом знаете только вы. Поэтому нужно указывать габаритную размерную цепочку со всех сторон. И сверху тоже чисто габаритная размерная цепочка изменения геометрии моих стен. Все. То, что касается наружных размеров, мы с вами закончили. Больше никаких размеров снаружи ставить не нужно. Ну точнее, не обязательно, если быть точным. Дальше что? Внутренние размеры. Самый банальный пример. Ширина. Глубина помещения. Дверь. И привязка к двери к стене, если это необходимо. Для этого помещения не нужно было привязывать саму дверь. Здесь дверь. И привязка двери к ближайшей стенке. В данном случае это несущая стенка наружная. Все. На этом можно остановиться. Как можно было обойти этот момент? Включить этот размер вот в эту цепочку. Этот имеется ввиду размер самого дверного проема. Сейчас я продолжу размер. Немножко некорректен, поэтому я его построю заново. И привязываться он будет точно так же. Дверь. Все. И сумма этих всех показателей как раз и будет. Ширина нашего помещения. Ну, глубина нашего помещения. Дальше что? Повторяющиеся размеры. Сейчас я перепроверю сам. Да. Обратите внимание. Эта часть стены и эта часть стены. Одинаковые у нас с вами размеры. Дом у нас не на две семьи. На одну. Поэтому этот размер я могу уже убрать. И добавить только вот этот размер, которого еще нигде нет. Прошу прощения. Вот он. Во всех остальных помещениях нужно проделать таким же самым образом. Как мы можем облегчить себе задачу еще? Вспоминаем то, что у нас через объект должны проходить габаритные цепочки. Внутри самого объекта в продольном и поперечном направлении. Которые показывают все по слоям. Итак. Я должен показать толщину облицовки утеплителя основного несущего. Дальше у меня вот он пойдет, этот размер. Я его соединю вместе взятый. Теперь покажу перегородку. И от перегородки пойду дальше. Здесь у меня небольшое смещение получилось. Выровняем. И с противоположной стороны то же самое. Раз. Два. Три. Мне необходимо, чтобы размеры у меня не оставались в элементах. Сейчас я буду искать, где у меня здесь ошибка. Вот у меня ошибка здесь. Поэтому мне их необходимо выносить из моей стенки. И здесь отредактирую. Перегородка у вас один раз попала в разрезную цепь. Не нужно ее везде расставлять. Так же, как и не нужно вот эта разрезка по вашей стенке расставлять во всяческих возможных местах вашего сооружения. Она встречается только в двух случаях, когда вам нужно показать в габаритной цепочке, проходящей через объект. Но на самом деле нужно ее отредактировать, чтобы она выглядела более-менее адекватно по густу. И не накладывалась на конструктивные элементы. Вот. Дальше. Я запроектировал ее в продольном направлении. Теперь в поперечном. На самом деле я могу ее включить в этот же самый размер целиковый. Сейчас проверю. У меня здесь, похоже, небольшая ошибка. Да, сейчас буду это двигать. 120, 120, 380. И иду теперь в поперечном направлении, тоже через весь объект. В данном случае у меня проходит мой размер через разрезаемую часть моей перегородки. Поэтому я должен ее все равно показать. Независимость у вас окна, либо остекление, они встраиваемые элементы являются встраиваемыми элементами в вашу стенку. Поэтому мне все равно нужно показать толщину всех моих слоев. Вот таким вот образом. В двух направлениях мы разобрались. По одному помещению мы с вами разобрались. Следующая самая типовая ошибка. Не подчеркнуты площади. Чтобы проверить, подчеркнуты они или нет, вы два раза нажимаете левой клавиши мыши по площадям, выделяете этот элемент и смотрите, у вас подчеркнуты он или нет во вкладке «Редактирование текста». Она автоматически у вас будет после двойного нажатия левой клавиши мыши. Дальше. Высота текста названия чертежа. Он должен быть 5 мм. Так же, как и обозначение в осях. Только в этих случаях у вас высота текста 5 мм. Также встречалась, только уже пореже ошибка, условное обозначение. Высота текста 5 мм не должна быть. Она остается 2,5 мм, либо 3 мм, в зависимости от того, какой вы выбрали высоту текста. Далее. В наименовании. Наименование ваших помещений у многих расположено было по центру. Не нужно, вы ее прижимаете к левому краю. Дальше. Номер помещения через точку, не через запятую. Таким образом, мы с вами рассмотрели основные вопросы и основные замечания по аттестациям, которые у нас с вами проходили. Через 2 недели у нас с вами новая аттестация и все требования у нас будут располагаться в портале наших образовательных услуг. Напоминаю о том, что этот канал создан пока на данный момент вспомогательный для студентов. Но также, возможно, в нем вы найдете какую-то информацию не только для студентов политехнического университета, а для просто саморазвития. Всем спасибо, что смотрели. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok